Всем привет, дорогие друзья! Добрый вечер тем, кто живет по времени московскому, киевскому или около того. Ну и всем доброго времени всем, кто живет по времени другому, другом часовом поясе. Мы с вами врываемся в прямой эфир. Это StarLadder, это точнее квалификация на StarSeries 13 сезона Grand Final. И в нем у нас будут принимать участие две, допустим, интересные команды. Собственно, как видите на ваших экранах, это команда Price и команда HellRaisers. Формат проведения этого матча Best of 5, с учетом 0-0, мы с вами стартуем прямо сейчас. Собственно, как вы слышите на фоне, наверное, игроки уже готовы и уже делаются первые драфты. Поэтому давайте не будем много разглагольствовать и пошли смотреть доту. Ну, вот так вот у нас выглядит первая карта. HellRaisers играют за Reddian, за DirePrice. Давайте быстренько пройдемся по составам на сегодняшнем матче. Итак, у HellRaisers. Митрим на капитанском слоте в составе Goddamn. Керриного поколения, он же Dread. Мю, он же Афоня. И Карась, он же Шачло. Ну и ребята из Price. Собственно, Трон, Мипошка, Кант, Бараш и товарищ Виндекс. Но он тут решил всех удивить. Задом наперед написал свой никнейм, поэтому он X-Dniş. Будем так его называть. X-Dniş, например. A2G, X-Dniş и Serp. Окей, хорошее название, хороший никнейм. Получается, Dniş. Мне он нравится больше, чем индекс. Пусть таковым и будет. Ладно, собственно, стартуем. Первая карта. HellRaisers за Radiant. Но ФП был у ребят из Price. Они забирают себе ЕСа. В банах Bounty Hunter, Winter of Verna, Лишачок и Лина. Ну и два пика теперь от Metrim. Посмотрим, чем он ответит. Ну, давайте там сразу каких-то герокоптеров, я так понимаю. А, ну Тускар, конечно, как мы про него могли забыть. Queen of Pain. Замечательно заходят два первых пика. Ну, пока не похоже на то, что кто-то какую-то задумку решил привнести в первую карту. Пока больше похоже на стандартные, наигранные всеми практически профессиональными командами стратегии. Да, ну как вы понимаете, что финал-то непростой. Здесь, в общем-то, разыгрывается слот на 13-й сезон Star Series. Так что команда, которая выигрывает этот матч, она автоматически будет принимать участие в этом сезоне. Вот, поэтому надо стараться. Один шажочек небольшой такой остался, чтобы поучаствовать. В хорошем, хорошем, таком добротном турнире. На хороших призовых фондов. Ну и ждем, пока, товарищи, днищ выбирает себе героя. Вы, конечно же, дорогие друзья, общаемся с вами на канале twitch.tv. Не часто мы появляемся на этой канале, но вот квалификации смотрим именно здесь. Вот, поэтому заходите, общайтесь, пишите что-то в чатике. Чат там, по-моему, открыт для всех. Не забывайте также голосовать в паблике. Мне просто интересно, за какую команду вы болеете больше всего. Собственно, кто вам импонирует. За какой счет вы голосуете? Да, то есть интересно посмотреть. Как вы считаете, кто с каким счетом выиграет, в общем-то, в рамках этого матча? Ну вот, я рандомно кликаю. И пока, вы знаете, я попал в самый популярный ответ. Что HellRaisers выиграет с счетом 3-1. Так, думаю, 30% всех голосующих. 30% также думают, что HellRaisers выиграет 3-0. Ну, остальные варианты немножко поменьше. Но в большинстве все-таки народ верит в победу HellRaisers. Прайс не особо. Хабаритами считаются HellRaisers. Ну, посмотрим так ли это или нет. Фантом Лансер от Прайс. Баны второй стадии. Дарк Сир отправляется в небытие. Хорошо. Ну, пока опять же все стандартно. Керри нужно будет HellRaisers взять против Фантом Лансер. Наверное, есть смысл Прайса за Байн какого-то Кирокоптера. Или условно антимаг, хотя... Ну, в принципе, Фантом Лансер вполне может играть и против... Первый, и против второго Керри. Но просто это неприятно, и герои, которые в теории могут Фантома контрить. Бруда. Отправляется в бан. Отправляется в бан. Может, об одному герою еще нужно забанить. Икс днищ. Думает. Давай, минус АМ или минус Гирокоптер. Антимаг. Отлично. Ну, тут мы угадали. Все-таки считается, да? Я думаю, многие об этом знают, догадываются. Слышали неоднократно, что антимаг все-таки в Убор лететь сильнее Фантом Лансера шестислатового. Вот. Но при этом шестислатовый Фантом Лансер сильнее Гирокоптер шестислатового. Вот что важно. И действительно выбирали, наверное, самого неприятного героя для Фантом Лансера. И забанили его. Минус Инж Топоришен тем временем от Хэлл Рейзер, чтобы забрать себе Даззла пиком третьим. Пока все логично. Даззл с Лускаром сочетается хорошо. Ну и как суппорт тоже прелестный. Большой вопрос, опять же, остается Хэлл Рейзер, с каким образом, через какого керри они будут контрить Фантома. Попытаются ли Гирокоптера все-таки взять, или же может быть какие-то более интересные, более нетривиальные решения. Может быть какой-то Рейс Кинг заедет. Я думаю, керриного поколения знает, как на этом героя катать надо. А что ж там думаю? Я видел, как он на нем катает. Вин Рейнджер. Хорошо. Вин Рейнджер, так Вин Рейнджер. Ну, какого бы Керри не взяли, Хэл Рейзер будет против Вин Рейнджер. Довольно тяжело играть. Опять же, это ВР-чка от Афонина. Извините, от Афонина. Вру, вру, Афонин, что другой команде. Это ВР-чка, которая просто пойдет в мид. Да, это будет одним из кор-героев, собственно, наряду с Фантом Лансером. Массу Нидоффс будет доставлять. Ну и ВР, как вы знаете, против Клапы довольно неплохо стоит. Это Хускар. Вот такого решили керри взять в Хэл Рейзер. Вот он, тот самый керри нового поколения. Замечательно. Пик четвертый от Прайс. Ой, Хускар под Дазликом. Как хорошо смотрится. Как хорошо сочетаются эти два героя друг с другом. Тяжеловато будет Хускарчика пробивать. Надо что-то радикальное. Может быть, Некрофоса возьмем? Не думали об этом, Прайси? Некрофос, куда-нибудь. Ну, я не знаю. То есть, здесь ЕС может быть вполне с упортом. ВР, Ковмид, Фантом Лансер, Керри. Некрофоса может взять науфлейн. Или сделать триплу с Некрофосом сложный. Или Минрейнджер поставить науфлейн. Можно не... А, да. ЕС с Некрофосом двумя суппортерами. То есть, Некрофоса вообще можно сделать лесным персонажем. Такое иногда юзается. Вариантов масса, короче. Хочу Некрофоса. Так тоже неплохо, кстати говоря. Коттл. Почему Коттл хорош? Ну, во-первых, Монолик. Да, это штука неприятная против Скин оф Пейн. Там, дазликов всяких. Это само собой разумеется. Но и самое главное, что есть у Кипера Зелайта. Это его Блайндинг Лайт. Который против Ускара будет работать. Причем тогда мы смотрели... Недавно комментировал тот же матч с участием Коттла. И как он сильно контрил кор героев противника. Это было просто какое-то сумасшествие. Но вот шанс промок 80%. Длительный 6 секунд при кулдауне 12. То есть, раз в 6 секунд, в течение 6 секунд, будет лежать вот этот вот Блайндинг Лайт на Ускаре. Это на самом деле очень жестко. И будет неприятно кериного поколения. Пик очень хороший отправится. Феникса забанили в те времена Хэлл Рейзерс. Так. Чего там Хэлл Рейзерсом-то и не хватает в итоге. Ну, Тускар, Дазл. Возможно, будут два суппорта. Возможно, все-таки Тускар будет оффлейн героем. Может, еще одного суппорта лучше взять. Ну, вот конкретно, конечно, вот проблемы есть. Какие-то проблемы нужно будет решать. Ну, в теории есть Клопа с Тускаром, да? Герои, которые моментально сокращают дистанцию. Котла, в теории, могут убивать. Но, боюсь, будут более другие и получше цели. У Клопа и Тускара, на кого залетать и что делать? Потому что там еще ЕС, который будет стоять в другой части замеса и тоже будет ждать своего заветного часа, чтобы прыгнуть. Ну, да, довольно тяжело придумать хороший пик. Ну, вот еще и Клокверка забанили. В теории мог он пойти на оффлейн тоже врываться. Хелл Рейзерс, Хелл Рейзерс. Надо подумать. Еще, конечно, непонятно, как Фантом Лантера тут сливать. То есть Хускарп это соло-таргетный убийца, да? Фантом Лантер все-таки силен за счет того, что у него куча иллюзий. И все они больно бьют. В САУЕшке здесь есть только Квин оф Пейн одна, которая, ну, может дать скрим Соник Вейв, опять же, на поздней, на более поздней стадии игры. Ну, так даже иллюзий не сольешься с этим Соник Вейвом особо. Бестмастер добирают себе. Ну, как вариант. Искальными героями, которые могут тоже запрыгнуть, за кого-то зафокусить резко, Бестмастер на эту роль подходит неплохо. Но, опять же, никаким образом не контрит Фантом Лантером. И это проблема. Вот с Фантом Лантером здесь действительно должны быть трудности. У Хелл Рейзерс... Если мы возьмем, условно, то, что ЕЕСа как-то не дадут ему ворваться, Котла тоже законтрят, не дадут ему постоянно давать Блайдник Лайт, что делать с Фантом Лантером вообще не ясно. Ну, ВРК там тоже понятно, да, Шекл Шот, там Фокус Фаер, есть что-то достанется, и к ней обязательно что-нибудь залетит. Ну, условно, будет какой-то Хускар, который 100% практически собирает Хелл Берт, да, в играх. То есть это... В ВРКе будут определенные трудности. Но еще один пик у Прайс при этом имеется. И это Акс вообще. Да, ну вот, кто сказал, что Хускару будет весело под Дазлом? Что Дазлу будет весело в этой игре раскидывать шеллоу-грейвы? Есть Акс, который... Который работает очень хорошо против Дазлика. Ну, как по мне, опять же, Прайс с пиком тут просто все идеально сделали. Ну, вот, просто-просто как будто законтрили по всем статьям. Но, опять же, все будет зависеть от исполнения, все будет зависеть от того, насколько грамотно отыграют обе команды своими старотами. Ну, а мы что? Будем наблюдать за этим действием. Обязательно, после того, как у нас вернется в игру товарищ Днищ. Ну, давайте пока познакомимся с ногом Катай. Такторич Карась, он шрачло, будет играть на Бесмастере, на сложной линии. Кериного поколения, это фармящий Хускар. Мю, он же Афонин, будет играть на мид-линии на Клопе. Собственно, Митрим, суппорт Дазл. И Кодем, суппорт Ускар. Ну и Прайс. Трон будет фармить на Фантом Лансере. Бараш в Миду сыграет на Виндрейнджер. Мипошка. Скорее всего, оффлейн. Так и будет, да? Оффлейн Акс. Или какой-то лесной Акс. Непонятно. ЕС у нас будет от Канта. Ну и Виндекс. Виндекса мы с вами ждем. На котле он будет катать. Спорт котел. Ну, матч обещает быть, конечно, очень жестким. Я вот не согласен с вами, дорогие друзья. Особенно с теми, кто голосует за счет 3-0. Ну, не должно быть 3-0 в гранд-финале. Должно быть вот 3-2. Хочу 3-2. Не, особо, конечно, разницы нет, кто победит. Да, то есть и ту, и другую команду я бы с удовольствием посмотрел в Старсерии. Но вот сражение, битвы я сегодня хочу увидеть. Я сегодня хочу зарубу такую плотненькую, чтобы на часиков 4-5 мы с вами тут засели. Конкретно определили, кто сильнее в данный момент. А то 3-0 по 20 минут как-то слишком уж грустно выглядит, звучит. Поэтому надеемся на хорошую карту. Так, ладно, видимо, надолго у нас это отключение. Все хорошо? Так, быстро смотрим, значит, на закупы. Что у нас по ним? Сентричники и обсерверы. Обсерверы и стритричники. Никто не делает тпшку, чтобы быстро вардец поставить. Зато весь какое-то командное перемещение. Так, у Канта куплен смок. Сейчас пятером будут забегать прайс в чужие леса. Вылавливать противника и расставлять варды. Хорошо, два ринков протекшн. Ну, один для трона, для ринков аквилы. Мипошка собирает, чтобы тут бесит ранквил. Буцы, тут все окей. Годем купил себе сапог на тускаре. Сапогом он быстро добирается до оффлейн позиции. Будет ставить там один обсервер. Остальное по закупам все, в принципе, более-менее понятно. Вот этим забегают. Видят здесь керри нового поколения. Шекл фиссура. Пытается уйти дредд. На сапоге. Но вот сапог, конечно, решает в таких ситуациях. А еще решает то, что он поставился на открытой области, где, ну, фактически тяжеловато было в эрке связать. Не получилось зацепить, хотя попытка была, в принципе, неплохой. Поставили сентрик. Такой вот. Выходит керри нового поколения и начинает это вот мстить. И мстя его очень страшна. Вы посмотрите, идет и не боясь. Сиренгарус скачал. А, Сиренгарус, только линксайденец. У него Бернинг Спирн. Ну, почти то же самое. На кант, а теперь он шадоустрайк. Разворочится еще одну фиссуру дал. Не очень хороший начал, да? То есть потратит две фиссуры. При этом не добиться никаких успехов. Вынужден будет вязать свой клэрить. Хотя можно быстренько сбегать на фонтан. Подхилиться. Там гусики пришлось сожрать. Ну, такой себе старый, да, получился. Хотя Дретто ведь тоже развели на какое-то количество хила. Угу. Так, это у нас с вап-линиями, да, получается? Да, да, увидели. Увидели, что фантом-ланзер с котлом пойдет на нижнюю линию. Что здесь будет та самая трепла. А решили, Кускара на произвол судьбы не оставляет. На этой самой линии. Ну, его там просто-напросто бы запинали. Ничего не дали сделать. Поэтому пошел Кускар у нас против Акса стоять. Интересно. Снизу пока будет стоять Годдэм. Перетягивается Бестмастер. Ну, шачло будет поиздонировать себя все-таки как оффлейн герой. Тем не менее. Да, Аксу здесь будет сложно. Да, Аксу здесь нужно будет потерпеть. Ну, мы понимаем, да, что герой такой довольно плотненький. Еще и покрутиться-повертеться может. Но, во-первых, для этого нужен левел. Во-вторых, керри нового поколения уже начинает. Бернинг с пирами раскидываться. Ну, в миде противостояние Queen of Pain против ВР. Такое противостояние мы с вами видели уже неоднократно. Примерно равным должны обе миди расстоять. Правда, многое будет зависеть от того, насколько хорошо будут перемещаться суппорты, конечно же. Видим, уже ЕС пошел помогать Аксу. Ну, вообще, конечно, лучшая помощь для Акса это все-таки котел. С другой стороны, котел очень хорошо сочетается с Фантоматем на линии. Мы же понимаем, в чем это обузность этой самой таблы. Можно нон-стоп раскидывать спирит лэнсами. По чакрам Мэйджек у трона МП заканчиваться не будет. Ну, тем образом, можно загнобить практически любую линию. Так, годэм. Прибежал тоже здесь. Айс Шарц перекрыл дорогу к Канту. Начинает пробивать с руки. Но далековато находится керри нового поколения, поэтому ничего не получится сделать. Придется присоединиться к ми-пошке и стоять под таваром. Терпеть. Не, без рейнджи ВК здесь вообще делать нечего, конечно. Ну, тут Тазл, тут Хускар, да и Тускар сам по себе тоже может с рейнджи неплохо вот так вот навалять. Да, снять Шарц и не пустить никуда. Здесь уже наконец-то нужны какие-то принципиальные решения. Какие-то уже точные перемены по линиям. Ну, возможно, трону с днищем стоит переместиться на топ. Не знаю даже. Да, ребята, пишите мне в твиттере. Меня самого напрягает называть виндексы днищем, но если он так себя назвал, что я могу поделать? Ну вот. Как бы, ну не я же ему никнейм такой придумывал. Так, закрыли опять-таки. Посмотрите, очень больно канту с дабл дэмэджем. Годэм и переходит так. Опа, тычку с руки дал. Мипошка пытается подцебить, так подстопить. И Годэм просто легчайший First Blood делает в своей жизни Годэм. Пошел с руки, запинал с дабл дэмэджа этого самого ЕСа. Так, и мипошка получает poison touch. Дредд начинает настреливать. Очень много настакал Burning Spear. Огненные копии неплохо позалетали. Смотрите, пробивают. Живых оставят 20 хп. Тускар, Снобол. Ксев Снобол посадил Дредда. И поехали на мипошку. Ну, дал, конечно, тот Берсеркер Скол. Не спасает никак абсолютно. 2-0. Ну, что-то пока развал, конечно. Чип из инта, чип ган зажимает со всех сторон. Непонятно, что делать. Здесь огромная пачка хрипов. Тредд можно где-то находить. Довольно серьезно по хп просели. Вообще, конечно, хочется быстро от Митрима увидеть Аркейн Бутс какие-то. Бесконечный хил, бесконечный МП. Все было бы здорово. Что снизу? Ну, а снизу, понятное дело, трон будет на фрифарме. Купил он себе, видимо, Квилинг Блэйд. Все замечательно. Левел 3. Индекс ему помогает. Второй чакра Мэйджик уже есть. Ну да, тяжеловато будет, конечно, Шачло. Купил стики, это правильно. Он только лично способностей, которые юзаются на этой линии, стики будут сильно заряжаться, очень быстро. Сталшилл тоже нужно. А еще нужно правильно себя позиционировать на этой линии, чтобы не подставляться под Луминейты. Непростая задача. Непростая. Но Шачло терпит. Как, собственно, терпят персонажи Прайс на топе. Поставили Сентри Вард, но не самый удачный получился от Канты Сентришник. Не нашел чужой обсервер. Что в миде? В миде Афоне имеет 24 на 14. В РК 11 на 4. Посмотрите, Афоня свою линию-то вообще переигрывает. Уничтожает бараша. Здесь бараш прям в панике. На Вендране бежит, бежит. Носком передвигает. На Платавру себе прячется. Тяжеловато. Пошел Коттэм. Коттэм. Ну так особо никого не боится. Коттэм идет вперед. Подтягивается еще Шачло. Левел пятый тоже. Набрасываться ни на кого нет смысла. Ну тем более видим топорики Вайлд Акс. В первом уровне только прокачки. Конечно же на зверей своих делает акцент. Призывает Зоопарк. Так. Готтэм. Пошел бить Виндекса. Иллюминейт. Сноуполом Иллюминейт Севедил. Неплохо. На Виндекса напали, убили. Трон еще один Спирит Лэнс куска разобрал, конечно. Ну и Шачло скорее всего здесь тоже будет неприятно. МП закончилось у Трона. Хотя на развороте Кабанчик-то бьет. Трон-то страдает. Вы посмотрите. Бьет, бьет, бьет. Ну не добьет, наверное. Пойдет топорик. Ему еще дал. Отлично. Даблкил делает Шачло. Отличная игра. Развалились здесь тоже. Какой момент, да? Ну казалось бы, спокойно. Прайс должны были забирать Тускара. Залетал Иллюминейт. Казалось бы, все плохо. Но благодаря отличным действиям Готдэма. Ситуацию исправили. Более того, сделали два фрага. Причем два фрага кто сделал? Бистмастер. Полторы тысячи монет сразу опнул. И зажимают ЕСа. ЕС, есть Фиссура. А тут Пойзон Тач есть. Надо Фиссуру дать в керри. Все правильно. Пытается уйти. Митрим, конечно, дэмэдж-серки довольно много. Дает замедлили. Айс Шарт на ход. Кант прячется. Приходит сюда Фантом Лансер. Митрим пытается сделать ТП-аут. Не уходит. Сноупбол в Мипошку. Мипошку тут будут разваливать. Кто-то дэм знает. Знает, что там есть Кант. Знает, что Тай Шарт подкинь. Тай Шарт, давай, на удачу. Вот так, красавчик. Ну, это даже надежный был Ай Шарт, да. То есть он не стал вот так вот по этой линии давать. Он зашел сюда и дал вот по этой линии. Как раз таки там, где мог находиться. ЕС. Ну, двоих развалили. Опять двоих развалили. Там размин одного дазелька. Так что размин хороший в пользу Худрейзерс. Афонин. Ох, днище сейчас найдет. Нашел днища. Даже Соник Вейв тратить не хочет. Думает, так вот запинает. Ну, да, Соник Вейв. Еще и сцепила Бараша. Бараш. Вин Виз, Шекл Даут. Приходит Кант. Ой, а Шекл Шот-то получился в первом уровне, да, я так понимаю? Совсем, может, недолго в привязке находилась. Клопа. Да, Вин Рейнджер, конечно, этот вот Шекл Шот в первом уровне прокачки это вообще самая бесполезная, по-моему, способность, которая есть. Ну, это, ну, действительно, стан полторы секунды. Никак не котируется. Надо как-то сделать градацию за двух секунд, мне кажется, до 375. Было бы интереснее. Ладно, мипошка. Попытался Шачло опять повоевать. Ну, тут же Хлопа. Тут все. Так, ну, 8-2. Че-то пока не клеится игра у Прайс. Во всем статьям их просто-напросто ходят и уничтожают. Ну, поэтому и на Творце получим. По экспириенсу, ой, по деньгам преимущество 4000, по экспириенс 3. Здесь небольшой. Ой, на Кейл, но поколение напали. Под хилл хороший пошел на себя. Инер Виталити. И на Виндекс. И Виндекс он съедает. Так его съел Фантом Лансер тоже в ответ. Ну, так. Не боится, Дредд. Такие вот моменты залетать. Да, ну и пока единственного, у которого все хорошо на этой карте, в команде Прайс, Фантом Лансер. 3-1-0 он играет. Брейсер собрался. Рингфак вилла сапог. Левел седьмой. Все замечательно. От команды, конечно, его страдает. ВР-ка страдает. Про аксы говорить нечего. 3-0-3-0 играет мипошка. Только-только Транквилл. И выформился на восьмой минуте. Конечно, маловато будет. Ну, было бы это так с изначально лесным. Тут уже какое-то количество денег было на блинг. Я уверен. Так, конечно, тяжеловато. Вот только-только начинают оформить леса. Лучше на сложную линию. Вообще лучше на линии пока не вылазить. Раз такая ситуация, раз задавить на сложную не получилось. Аккуратно в лесу. Так, Транквиллы выкладывая. Может быть, настакает кто. Давайте так и сам бараш фармить. Блинг вытащить. А потом с блинка можно будет уже и Дазла огорчить пару раз и без мастера. С его там зоопарком. Так, а тут что это у нас такое? Какие-то Тревелла гейминг уже пошли. Это нас карась. Слушайте, довольно быстро выформился шачло. Тревелла уже готов был залетать на своего суммона. Он сейчас прокастом кэшкатла съел. Надо понимать, что 587 здоровья всего лишь у Миндекса. Ну, а сочтем начало такое. Недачно отправить то, что они пока раскликиваются, да? Я видел там, пока матч не стартовал. То есть, Дред играл, там, Клик Хэрос. Прокликивал, там, видимо, так понимаю, своих персонажей. Каких-то там, или в этой игре. Я не знаю, что это за игра. Он был Клик Хэрос. Очевидно то, чтобы немножко микро свое поднять. Подготовиться, скажем так, раскликаться. Но Прайс, видимо, в такие игрушки не катаются. Но начало у них было. Сейчас немножко почувствовать своих героев. Смотреть, как противник действует. Насколько он жесткий. Ну, и нужно подсобраться. Потому что 9-3 счет уже. Тавр снизу потеряли. Спокойно забрал его. Вот, шач. Годемцари 4-1-3. Очень хорошее начало. Суппорт у Скара, я прошу отметить. Великолепная игра. Аркин Буцу уже есть. Мэджик Лонд, левел 5-й. Что Бараш? Вот Бараш пока не особо заметит нас в этой игре. Но об этом говорит как раз таки его истата. 0-0-0. Натерпелся от Queen of Pain. Безусловно, довольно тяжелая линия у него получилась. Находит вот сейчас. Жачло. Дал шекл, не связал. Получил Праймал Рор. Бараш. Виндран потратил. Сейчас будет новый Виндран. Может, пубершотик дать какой-нибудь? Ай, сэвэйдил. Красавчик Бестмастер. Кант идет до конца. Там даже если Фиссуру даст, он не должен убивать. Ну, он даже и не достал Фиссуры. Ничего не получилось. А вот на топе снова что-то должно получиться у ребят из Холд Рейзерс. Соник Вейва забирает Финдекса. Сноуболом за троном. Но трон... Не досягаем. Слишком далеко убежал. Но Тавр должны забирать туда Холд Рейзерс. Афонин Пуинт Бустер будет делать тебя Агоним. Ну, Кириново поколение. Стандартный билд на Хускаре, понятное дело. Арметов Мордитон. Доминатор дальше пойдет. После, возможно, Хевенс Хеллберт появится. Да, ну вообще все замечательно. У Холд Рейзерс после такого старта не грех, конечно, и захватить инициативу. Посносить пару тавурочков Рошана, может быть, навестить. Ну, так вот, чтобы здесь... ...прайсы... ...отыгрались. Нужно придумать такое... ...кардинально меняющее в этой игре. Какой-то нестандартный, возможно, мух. Иметь концепцию на игру. На игру. ...сажаться до лейта. Ребята из Virtus.pro. Восу, да, это тогда называется популярное для профессиональных игроков, чтобы кликать. Я думаю, что такое тоже стим. Ну, может быть, я ошибаюсь, тогда меня извините, пожалуйста. Так, Шачло бегает. Афония здесь, но, правда, ультимейта у него нет. Бараш подвязал на этот раз неплохо, правда, залетел Афонин, очень быстро съел Акса. Здесь Бараш все качественно сделал, с Focus Fire он убил. Бестмастера, Афонин. Так, через 3 секунды будет Блинк, Шекл Повершот, Блинк в кусты. Нет, не в кусты, просто по прямой. Пытается оторваться, но тронута Барабан, он быстрый, пытается прятаться. Так, и 2 секунды кулдауна, вот подвело. Подвело здесь Кин оф Пейн, то, что все-таки Шадоу Страйк на двоечку был качан, и в результате Блинк только на 3. Вот буквально 3-х лишних секунд кулдауна не хватило. Хотел это клапать, чтобы уйти. Ну, хороший такой получился. Мини-комбэк, я бы даже назвал, да? Все-таки это фраги для Трона, ассисты для Трона, бабки для Бараша. Очень важно. Так, у нас снова какой-то экшен. Все мне пошки как-то не дают на Блинк нафармить. Айшард замечательный, айшард, готдэм. Перекрывает путь, Аксу уничтожает здесь Аксеевича. Ну и Тавр еще один будет падать. Пантом пытается сплитить, есть у него рецепт на бутсов тревел. Что дальше? Ну, вот так, Ашан. Ну, пока все, в принципе, в точно стандартном, хронологическом порядке на игре. На таком герое, как Хускар. Ну, опять же, я уже неоградо говорил, что игра на Хускаре в профессиональной сцене особо ничем не отличается от игры. На Хускаре в про-игре. И как в пабе, как в про, в общем-то, везде одинаково. То, что собираешь один и тот же пил, делаешь абсолютно те же самые вещи, несмотря ни на что врываешься, и начинаешь убивать. Хускара может преодолеть только раскачанный фантом-лансер, наверное, своими иллюзиями, которые будут забиты. Это тоже не факт. Не факт, не факт. Этого раскачанного фантом-лансера еще найти надо. Еще и раскачать, да, что это называется. А пока есть Эггис, Хускарочка, и я так подозреваю, что с получением этого, этой гиды бессмертных, ребята из Хелл Рейзерс отправятся уже покорять тир-два товара, да. Тут видим, что Шачло выходит потихонечку в Некрономиконы. Ну, блинка, правда, раз что не хватает, да, блинк, третий Некрономикон, тревелла, по-моему, вообще идеальный билд. К любому в спину залетаешь, с помощью Праймал Урора ты делаешь практически на любом килл, даже, я думаю, Верка не справится, если будут у Некрономиконы играть под Праймал Урором, там, на порядка трех секунд дизейбл, да, получается, сколько? Даже четыре. Да, четыре секунды будет. Ну, это замечательно. Не хватает Афонину здесь буквально 500 монет до Аганима. Ну, а Бараш тронным пытаются сплитить, снизу Давр забирает, тут же ТП-шки. Теперь Афонин встречает Бараша, Бараш, в кусты надо зашеклить как-то, зашеклить надо, как-то качественно. Ну, там еще Хускар подлетел, шекал нас в Хускарчика, но туда ты, Афонин, не учишь никуда. Соник Вейф не хочет тратить Квинут Пейн, потому что кулдаун будет уйти, довольно большой кулдаун, хочет скупить Аганим и после давать Соник Вейф. Ой-ой-ой, почти забрали Шачло, Шачло успел улететь. По-моему, как раз-таки дэмдж от Иллюминаита к нему не залетел. Праймалас работали быстрее. Первыйник Ратомикона уже есть в Шачло. 13.5. Ну, давайте смотрим у нас, в общем-то, тенденцию, динамику этой игры. В динамике видим, что у Холдрайзерс есть преимущество, и оно растет. Ну, такими несколько рывками, я бы даже сказал, да, то есть не постоянно, на каждой минуте Холдрайзерс лучше действует, чем прайс, но тем не менее. На дистанции вот 16 минут есть преимущество, 6000 монет, и это довольно хорошее преимущество. Ну, и залетает Афонин. Ну, вот есть Аганим, уже можно... Ну, котла можно убивать без ультимейта, это да. Котел, в общем-то, его запас здоровья особо не изменился с тех пор, когда мы видели в последний раз. Ну, и трудно представить, чтобы он изменился вообще в течение этой игры. Конечно, я очень люблю гиперозелайтов, которые все-таки находят возможности... Ой-ёй-ёй, трон подставил со мной тут шачло. Практически полностью бисмастера съел за Праймал Рор. Ну, правда, Афонина, по-моему, все-таки потребовалась. На то, и пятого разобрали. Деньги кускарчику в большинстве своем. Так вот, нравится мне котел, который все-таки находит по игре возможность купить себя Аганим. Конечно, с Аганимом этот персонаж просто номинальный становится. А так и не всегда такие игры случаются. Чаще всего котла уничтожают. Если на стадии лейнинга у вас пошло все плохо, если вы там не получаете деньги, то все вас убивают. То и потом по игре, конечно, котлу очень сложно найти себя. Ну, левел седьмой мы видим. Играет без Монолика. По-прежнему, конечно, Блатни Глайд это будет крайне полезная способность, но... Не так часто она уже будет залетать. Да и... Есть огромная вероятность того, что котел просто не успеет заюзать ничего за мисс. Ну, вот сейчас буквально хватает одного Соник Вейва, чтобы его снести. Вот, через три уровня будет 496 урона. Котла ХП 644. Ну, вы понимаете. Да, это... Это Соник Вейв плюс Скрим. Это Соник Вейв плюс Шор-Ту-Страйк. Это Соник Вейв плюс два удара с руки. Ну, вот, ну... Немного. Ну, вот он... Блинг, да, я так понимаю? Нет, это не Кроновик, он Клинок Пентери. На топе забирает Фантом Мансер в очередной раз. Мека есть уже у Котем, а кто там Блинг появился? Блинг. А, это у нас у Канта. Ну, слушайте, натерпел. И Акс натерпел, и ЕС натерпел. Два Блинка. Ну, пора переворачивать. По-моему, сейчас самый момент. Уже довольно много отпустили противника. Если уж не хотят доводить такой степени, что просто потом, на представление, не могли убить даже одного героя, нужно переворачивать. Нужно врываться, нужно как-то пытаться стягивать противника. ЕСу, может быть, хорошо реализовать своих СЛМ. Какие-то такие вот профессиональные вещи. На Бараш-то нападают. У него Инвиз. А, СН-3, да? Ну, извините. Простите. Не работает так. Так. Кириного поколения не страдает вообще. Пошел Тритавр кушать. На него Акс напал. Аксу было больно. Айгис до сих пор есть у Кускарочка. Покупает себе СН, что вот да. Хевенс Хелберт на подходе. Трон ускоряет. Начинает пробивать Дреда. Дред бы, наверное, и рад сейчас, да? Отдать свой Егис. Дмитрий, мы съели. Ой-ой-ой. По-моему, был ультимейт Мипошки. Да, и не пробил он здесь Кириного поколения. Эх, СЛМ. СЛМ! Ну, убили. Убили в момент окончания Агегиса, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Не по таймингу погибает Дред. Однако, это не мешает гореть, в общем-то, ЕСу и умирать после того, как уже погиб Дред. Сначала в это время еще один Тавр спушивает. В общем-то, внешних Тавров, ребята, из Прайс не осталось. 19-7. Преимущество прежнему растет. Ну так, вроде казалось бы, и убили там, да? Дреда, то есть. Герой все-таки на второй позиции по Нетфорсу. Проблема. Ну, теперь только не один Дред проблема. Тут проблема чуть ли не каждый персонаж у Хелл Рейдерс. Аганим покупает себе Минд Рейнджер. Без блинка пока. Ну, даже несмотря на такую ситуацию, в общем-то, ребята из Прайс стараются выформить именно свои артефакты. Ключевые артефакты для героев. Безусловно, здесь уже, наверное, требуется на Акс какие-то Кримсон Гарды иметь. Форстаф на ЕСу, там, условно, да, чтобы спасаться того же самого Кускара после лайфбрека. Или бестмастера, там, да, отталкивать как-то. Аганим обязательно нужно на котле, аганим. Вот прям обязательно покупает себе X-нищий поинт-бостер. Вот начало положено. Ну, вот если удастся, опять же, пару замесов всего лишь провести хорошо. Ну, вот 2-3 даже, внутри будет с головой. Победить там, ну, условно, 5 на 2, 5 на 1, 4 на 0, 4 на 1. Это будет разменов вполне достаточно. Ну, при этом нужно убивать Скор Героев, понятное дело. Шансы останутся. Так, на птичку прилетел Карась. Диффузы появляются у нас у Фантом Лантера. Так, Керри, ну, поколение, заручился поддержкой в Жак-Авалку. Урона уже становится под 172. Ну, над медальку севую, не медальку, извините, а купить. Медален на ФП-Иджин. Талисманы ФП-Иджин. Ну, там все будет только. Ну, есть время пока пофармить немножко. Этим пользуются прайсы. Хеллрейзерс решили выцепить кого-то, то ли найти, то ли что. Может быть, ждут появления следующего Рошана и без него заходить не хотят. Так, Модрэд покупил себе Хеллберт. Не торопятся, не торопятся Хеллрейзерс подниматься на чужих хайграунд. Третья Некрономикона уже есть у Бестмастера. Никакие инвизы теперь не сработают, хотя особо-то инвизеров и не было, брази. Ну, в целом. В целом, в целом. Некрономиконы будут и по игре полезны. Опять же, они там дают ауры различные, что тоже будет апать неплохо кускаров. Сам по себе Бестмастер тоже с инерпистом, да. Все это ауры, ауры, как известно, решают. Ну, Владмир разве что еще собрать. Владмир, вот Соло Крестов. У Хеллрейзерс я не нахожу. Вот Дмитрий, наверное, все-таки попытается купить. Медалька есть тысяча монет. Ну, того же Дреда просто закидывать и все. Ну, то есть он по такому количеству ауры, бафов. Ой, вы смотрите, нашли здесь. Шачло пытает забрать. Тускар спасает. Вроде немножечко, да, мег удал. Пытается у Теха Слэмом добивать Бестмастера. Довольно много потратили, чтобы убить Шачло, конечно. Но убили-таки, это самое важное. Еще пытаются Годема слить тоже. Годем. Ману съели. Соник Вейв залетает неплохой от Афонина. В панике убегают Прайсы. Надо жить. Залетает Шачло после Байбека. Его связали. Отлично. И Керри пытаются расстрелять. Но не такой вот тонкий тут герой. Для него еще и Хеллберр все-таки имеется. Промахи у Бараша работают его по басфайре. Тешловато пробить. Так, двоих вроде потеряли, но при этом. Феллдрейзерс прекрасно понимает. Эхо слэма нет. Миндекс ультимей тоже в откате. Прорывается. Немножко. Есть Монолик. Фокус файр. Все это на Дреда. МП не осталось. МП тоже мало. Есть тики, правда. Смотрите, как его фокусят. Не отпускает. Просто не отпускает. Пытается Армедом играть. Как ты? Ест Бессура. Шекл. Праймал Рор. И тут еще и Бозы. Это Шеллогрейв. Ну вот как? Ну что делать? Забили-таки. Слушайте, получилось. Зак сделал байбек. Пытается пить вчера на Шачло. А Шачло это после байбека. Шекл не сработал Бараша. Но есть диффузы. Плюс Монолик. Да, должен здесь падать. Хотя спасает опять же. Нет, не спас. Не спас ГДМ не успел. Соник Вейв очередной. Это Фонина. Миндекс пытается уйти. Добивают Акса после байбека. Убегает Трон. Бараш топ-аут. Такая война. И вы знаете, неплохо прайс дотерутся. Реально неплохо. То есть может быть конечно Хелл Рейс они все так хорошо делают. Но тем не менее. Да, Акса убили. Акс после байбека погиб. Но при этом так же погиб Бестмастер. При этом убили Треда. Тоже важно. Афонин правда остался недосягаемый. Тем не менее. Гардиан Грифс. Жестик от эмо. Димитрим близок. Близок, близок к покупке Соло Пест. Да. Купился Соло Пест. Замечательно. Так. Афонина. Напали. У него осталось МП на один блинк. Так. А дальше что делать? А вообще не пошел. Троу, у тебя дюфузы были. Ты мог догнать. Афонина просто не было даже МП на один блинк очередной. Ну, попытаться Троу. Ну, видимо испугался то, что команда может прийти помочь. А умирать сейчас Фантом Альсер ни в коем случае нельзя. Он только более-менее начал справляться с противником. Купил себе Яшу. Может быть на Сенч натерпит. Ну, то есть. Как-то дела идут. В гору? Я бы даже сказал. Ну, пора, по-моему, убивать Рошана. Да, Рошан появился. 26-ая минута встречи. Ну, Вижен стоит, в общем-то, у Прайс. Но он такой, не контролящий Рошана абсолютно. То есть поставили на руну, поставили на нижнюю линию. И не огнем на лица. Но все-таки надо понимать, что Холд Рейзер с Виженом всегда будет все хорошо. Даже несмотря на отсутствие, возможно, бортов каких. Хотя ворты у них тоже стоят, да? У них будет всегда летать Сокол. А Сокол Вижен нормальное количество лет. Ну, я веду к тому, что здесь внезапно Прайсом появиться не получится. Они как на ладони. Так, план перехват на Виндыкса. Хекс уже есть, а Афонина. Котел. Ой, как же близко был котел туда Аганима. Очень близко. Ну вот, а теперь что-то монет не хватает. Так, Трон. Пытался пушить. За ним Годем до конца. Фиссура. На развороте Годем пытается взять Афонин. Соник Вейф есть, Эхо Слэм. Гардинг Рис был от Годема, пока живет. Трон, ТП Аут пытается. Годема съедят ли иллюзии? Съедают иллюзии. Боже, а Phantom Lancer ушел. Неплохо так. Рассчитал. Трон просто, что называется, calculated. Давай, отнищ. Надо, надо, догоним. Так, ой, слушайте, а там ВР кто убил? Квапу. Неплохо. Очень хороший фраг и очень важный фраг. Там денег был заработан, 1200 голды. В соло причем, вот еще же экспириенс. Да, покупайте, мы видим, Демон Нейдж, Джебелин. Ну, это, наверное, единственное решение, вообще. Единственный вариант, как можно пробивать Реда. Просто купите МКБ. Ну, там Хелберт, опять же, там Солар Прест. Все это идет минус промахи в атаках. Ну, хорошее решение, МКБ нужно. МКБ нужно будет впоследствии Фантом Лансеру, безусловно. Но пока у Трону, конечно же, будет на другие немножко. Айтемы на Шачло напал. Трон Шачло ошибается опять. Боже, что творят Клд Рейзерс? Что они творят? Почему так все рушится у них? Прямо реально просто рушится. Игра. Как песок сквозь пальцы просто сейчас исчезает. У Хелл Рейзерс, Папета. Да, ну, смотрите, зафиксировалось преимущество Хелл Рейзерс. На отметке там 10 тысяч. Более того, они даже немножко подслили. И ошибаются опять. Ну, что творят? Ну, что творят, ребята из Хелл Рейзерс? Что это за соло отдачи? Почему ВР-ка соло фраги делает? Почему Трон уже в третий соло фраг делает? Просто идет и убивает. Хелл Рейзерс подрослабили булки. Это вот так называется в СНГ тут в сцене. Это называется просто подрослабили булки. Типа, ребят, победа уже. Вот она в первой карте в кармане. А давайте-ка мы начнем веселиться. Ну, вот веселятся. Но, по-моему, скоро уже будет не так весело. Скоро уже слезы в глазах появятся. У фанатов Хелл Рейзерс, потому что тут прям катка как-то вот сливаться начинает понемножку. Не, пока, конечно, преимущество, безусловно, у Хелл Рейзерс есть. Надо посмотреть на билды и увидеть, что артефакты хорошие, собранные, много командных айтемов. Просто вот это как-то все вместе в последнее время не работает. С другой стороны, у Прайсови тоже стали появляться артефакты. Будьте внимания, уже не такой простой Фантом Лансерский, он доставил, он себе взял. Не самая легкая цель, прямо скажем, да? Ну, Минтож, конечно, по-прежнему голый. 1.8.6, 2.000 манит у него есть. Он хочет что-то купить, что-то. Ну-ка, это Кримсенгард нужен. Кримсенгард был очень хорошим решением. И через 150 монет у Бараш появится уже МКБ. Котел имеет, реально имеет возможность купить себе сейчас агонин. Ну, вот не прямо сейчас, но совсем скоро. Просто пытается нафармить Кант. Да, и по-моему, Хелл Рейзерс поняли, что надо что-то в этой карте менять уже. Точнее, не то, что надо менять, надо в этой карте что-то заканчивать уже. Собираются вместе, и попытка зайти на хайграунд. Есть Аегис. МКБ покупает себе БР. Ну, на байбэк, понятное дело, здесь оставлять не надо. Здесь уже как-то улыновые драки такие. Так, Дред отрезали, Дред не печалится. Получается, Spirit Lens. Ломает барак, фокус фаер больно по Дреду. Очень больно, очень неприятно, крайне неприятно. Был Шеллоу Грейв, но Акс решает эти проблемы Шеллоу Грейв. Появляется Дред, и опять связали, опять Spirit Lens, Монолики, Дред, Сноуболом. До бараша, Праймал Рор, Гарден Грифс, врывается Мипошка. Спасти БР-ку не удалось без байбэка, Мипошка тоже падает. Да, но на вторую фокусацию, конечно, не хватило. Команда подстраховала Дреда, и в итоге они двоих убивают. Оба без байбэка. Низается Глиф. Да, тут, конечно, под Иннербистом куча суммонов. Сам Волчонок, Некрономикончики, да и пять героев. Просто лупят по товарам и делают это очень быстро. Пытаются откидываться чем-то в Phantom Lancer. Ну, Spirit Lens, может, ничем откидываться не может. Сатальник, хватает уже, в принципе, купить Дреду, пока не покупает. Сразу перемещаются на еще одну линию, а не понимают. Понимают, что у ВР-ки у Акса нет байбэка. Прекрасно понимают, и очень хотят сейчас забрать две стороны. Может быть, даже выиграть игру. Без ВР-ки забрать Дреда практически нереально. Ну, вообще. Она единственная, кто пробивал его Хеллбер. Нет ВР-ки, некому пробивать Дреда. Ну, вот ВР-ка через пять секунд появится, поэтому Хеллбер решили немножко отступить. Татальник есть у Дреда. И смотрите, что делает Прайс. Прайс пытаются настигнуть оппонента. На Дредах ловит Кант Хекс. Phantom Lancer здесь. Залетают. Эхо-слэмы пошли. Керри нового поколения. Не хватает дэмэджа. Годдэм рядышком. Отхиливается Дред. Тут под фокус-файером пытается Барабаш... Барабаш пробить. Барабаш, Барабаш. Ну, Шеллоу Грейв. К сожалению, Акса нет. Акса Таверни, чтобы сбить Шеллоу Грейв. Минус три. Ну, и Афонин пошел дальше цеплять. Тут тот самый Виндекс. Не обращаю внимания особо. Так и не сумел Виндекс нафармить себе, конечно, на свой Аганим. Очень нужен был этот Аганим в игре. Но не получилось. У Днищ. Может быть, если никнейм перевернуть, в следующий катке получше получится. Будешь играть уже не как Днищ, а как Виндекс. А Виндекс бы точно собрал себе Аганим. Я вот уверен. Третья сторона осталась. Годдэм. Соник Вейвы залетают Афонин. Ныряют дальше за Виндексом. Виндекс. Потом Лайтник Лайт. Снова откатились Гардиан Грифс. Захиливают. Так может, Митрим. Конечно, у всех запас здоровья уже теперь большой. Глифа нет, поэтому третью сторону съедают. Ну, и Good Game Will Play соглашается с поражением ребята из Прайса. Хотя, опять же, были-были моменты. Было моментов, в принципе, не так мало. Тогда Прайс уже практически начинали переворачивать. Хорошо. Hellraiser таки смогли первую карту взять. Все замечательно. Ну, и в принципе, это закономерный результат этой первой карты. Все-таки начало довольно плохо пробили Прайс. Это было видно. На всех линиях страдали. Ничего у них не получилось. Это агрессивный трипло. И не стали они перемещаться по линиям, как это сделали Hellraiser. Решили, что им и так будет норм. Но оказалось, что не норм. Ладно, ребят. Ну, коротенькая пауза. Давайте вторую карту мы с вами обязательно посмотрим. Далеко не убегайте. Будет у нас еще сражение между этими потрясающими СНГ-командами. Далеко не убегайте.